И всем привет, ребят, с вами Мистер Байк, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня у нас вышло одно очень интересное обновление, которое мне бы очень сильно хотелось бы обсудить вместе с вами, так как подобного рода скама я давным-давно не видел. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровая аккаунтика и установите ему личный тектактимпай. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. С сегодняшнего дня в магазине поменялась стоимость покупки халявного обычного ключа. Еще до вчерашнего дня его стоимость была просто мизерная. Но уже с сегодняшнего дня обычный ключ в магазине стоит 4600 кристаллов. Если я не ошибаюсь, то до этого обновления его стоимость была 700. То есть была возможность постоянного окупа и заработка за счет этого контейнера. Ну а сейчас за 4600 кристаллов у вас есть возможность с вероятностью более 90% получить за этот обычный ключ 1000 кри. То есть за 4600 кристаллов вы получите 1000 кри. С чем связано такое глобальное изменение цены? Почему оно так поменялось? Говорят, что это связано с абузом новобранцев, на которых покупались те самые заветные ключи. И за счет этой покупки мультиаки, мульты, твинки, да, как хотите их называйте, зарабатывали большое количество контейнеров. И эти контейнеры, открывая, зарабатывали кристаллы. Потом за эти кристаллы опять покупали контейнеры. И вот в этом всем круговороте зарабатывали большие суммы кри. Стоит ли оно того, да? Стоит ли делать теперь сумму такую огромную, чтобы нельзя было фармить? С одной стороны, наверное, я скажу, что да. Но с другой стороны, со стороны игрока, который покупал ежедневно эти контейнеры на основном аккаунте, не обузя ничего, видеть такую цену, ну максимально, максимально, не то, что даже непривычно, а шокирующе, я бы сказал, да? То есть я сегодня даже изначально не обратил внимания на то, сколько он стоит. Я просто взял и купил. А вот зайдя на своего мульта, там я уже обратил внимание на цену. Я такой смотрю, 4600. Чего? Какие 4600? Вы чего, ребят? Какие 4600? Да, то есть, ну я бы мог бы подумать там, ну поверить в цену нормальную там 1000, 1500. Да, то есть условно ты, например, купил за 1500. И у тебя там есть минимальный шанс, что там на дистанции ты еще окупишься, да? Но 4600 увидеть, это, конечно, было очень и очень жестко. Ну и при любых раскладах покупка уже такого ключа становится невозможной для окупа. Невозможной. То есть невозможно окупить вот эту вот покупку. Даже на супер большом количестве, да, там, например, вот за 15 контейнеров, это у вас, грубо говоря, должно падать, ну сколько там, 60 тысяч, да? 60 где-то. Даже может чуть, чуть, чуть больше. Ну, грубо пусть будет 60, да? 60 тысяч. В среднем с 15 контейнеров стабильно падает 20, максимум 30 тысяч, да? То есть вы при любом раскладе уже в окупе не будете. И поэтому для меня немножечко, ну, странно выглядит настолько большая цена. То есть увидеть цену в виде там, ну, не знаю, там 2000, да? Полторы тысячи. Ну, я считаю, что это было бы нормально. Но увидеть цифру в 4600, такая цена меня, конечно, немножечко поразила, шокировала. И я немножко офигел от настолько жесткого скама, который Орех придумал, да? Потому что, ну, я скажу, что это скам. Да, то есть я сегодня сам лично попался на скам, потому что я купил один ключ, не посмотрев, за 4600 кристаллов, да? Из которого мне выпадет 1 тысяча. То есть меня, грубо говоря, на 3600 кристаллов просто Орех засканил. Но это больше связано с тем, что я просто не заметил. А теперь уже, дальше уже становится ваш выбор. Покупать теперь с магазина по 4600 кристаллов обычные ключи или не покупать? Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я считаю, что это жесточайший скам и Ореху стоит, ну, явно понизить цену. Потому что 4600 это выглядит очень жестко. И почему именно 600? Почему 4600? Где обоснование вообще вот этой цифры? Я, честно говоря, ее даже не видел. И даже не видел этой информации в обновлениях, которая была. Вроде ничего по этому поводу никто не писал. Но тут бах! И вот такую сумму сегодня я увидел. Видеоролик записываю в пятницу. Если что, выходит он в субботу. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Если вы согласны с моей точкой зрения. Считаете, что Ореху стоит все-таки понизить цену. Ну и пишите все свои мысли. Обязательно поддержьте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.